Здарова, народ! Всем привет! Сегодня у нас очередное путешествие И в этот раз нам снова нужно выполнить настоящее спецзадание Прямо сейчас мы с вами отправляемся на секретный Пермский пляж, который находится на реке Часовая И моя самая главная задача на сегодня это замерить температуру воды Почему я решил отправиться именно сегодня, ребята? Все очень просто Дело в том, что, как вы уже знаете, это лето в Пермском крае и на планете Земля в принципе выдалось самым жарким за всю историю метеонаблюдений А сегодня Сегодня август, не буду говорить какое число, сегодня именно тот день, который последний, сегодня самый последний жаркий день в уходящем уже 2023 году То есть, если верить прогнозам синоптиков, а в данном случае я им уже верю прямо на 100%, ровно через 24 4 часа температура здесь вот у нас в Перми будет уже плюс 18 градусов То есть, сейчас плюс 30 плюс 28 вон в тени А через 24 часа температура будет 18 градусов А через 48 часов она уже будет плюс 8 градусов Ребята Поэтому сегодня надо прям максимально хорошо отдохнуть Блин, железнодорожный переезд Я насмотрелся этих видосов на ютубе, где переезд открыт и откуда ни возник поезд вылетает на скорости Поэтому даже если шлагбаум поднят эти металлические заграждения опущены Я все равно смотрю лево-вправо Блин, капец Лучше саму подумать о своей безопасности Согласны со мной, да? Бахните лайк Просто согласен Итак Сегодня самый последний жаркий день И второй вопрос Это мои подписчики Ребята Вы мне пишите Те, кто живет в Краснодаре в Сочах Кипа Проезжай, Виталий к нам У нас температура в море 22 градуса В смысле, ребята у вас 22 градуса Что такое 22 градуса? Я не понимаю Я в июле В начале июля мерил здесь у нас в Пермском крае на реке Сылово температуру воды Знаете, какая у нас температура воды? Сейчас я вам скажу ровно 25 градусов температура воды в Сылово Зачем? Зачем мне мерзнуть ехать куда-то далеко и купаться там, где вода 22-24 градуса если у нас уже месяц стоит температура воды 25 Это, ребята, в Сылово А на самом деле вы поняли, что я сейчас уже еду на реку Часовую У меня такое ощущение что на Часовой температура воды будет выше Во всяком случае я сделаю замер возле берега и затем уже подальше от берега Я на 100% уверен, народ что возле берега температура будет даже выше, чем 25 потому что солнце нагревает просто жестко Ну а чтобы замерять температуру воды было интереснее я, конечно же, взял с собой надувную доску смотрите, как он как это сабборд стильно смотрится на моем новом Ситикоко он размером почти такой же как Ситикоко видите, да? и он у меня будет за спиной пока мы едем К этим научным опытом я основательно подготовился как настоящий специалист у меня с собой полотенце водичка хавчик и вот, собственно говоря термометр вот так вот он торчит вот так вот и сам термометр находится вот здесь вот он 34 градуса это у нас температура сейчас у меня с собой даже дощечка чтобы подложить на пляже а так как там будет песок под вот эту вот подножку представляете какой я предусмотрительный человек так что предлагаю не задерживаться а сразу же выдвигаться по пути я вам еще что-нибудь расскажу мы сейчас с вами едем на настоящий секретный пляж о котором я узнал всего лишь неделю назад мне очень стыдно я 38 лет прожил в городе Пермь я догадывался что в той стороне есть пляж меня даже как-то туда звали но это было давно я не ехал просто потому что думал ну что там берег-берег ничего интересного как бы холодная вода часовая почему-то у нас ассоциируется с холодной водой а на самом деле вот когда я туда единственный раз ездил на той неделе я даже подумал блин я все езжу на ссылу купаться оказывается можно было на часовую и тут оно и мне и ближе и тут такая дорожка ведет к этому секретному пляжу смотрите прямо как будто мы едем в город Чусовой такие вот вверх-вниз всякие как это называют серпантины да в моем путешествии 2020 года когда я ехал на другом самокате я ехал в сторону города Чусовой и там вот всю дорогу были вот такие вот огромные подъемы спуски я сейчас обернусь назад вон смотрите ааа из-за борда ничего не видно он очень огромный ааа вот за него назад сложно смотреть но заднее зеркало кстати я нормально все вижу это интересно народ потому что это стоит штатное зеркало от этого самоката я так и не поставил сюда то зеркало за которое топлю который у меня на колхознике на другом сети кока просто потому что это в принципе меня устраивает вот ему бы чуть-чуть побольше этому зеркалу добавить сферичность угол обзора и оно было бы прям вообще в идеал вот но это видимо уже следующий этап вот то есть в принципе со штатными зеркалами на этом скутере можно ездить ну в всяком случае с одним левым правая как вы знаете я не ставлю так что мы с вами сейчас движемся прямо на пляж на самом деле это довольно затерянная дорога и по ней ходит автобус я я догадывался что конечная маршрута номер 48 у нас где-то находится очень-очень-очень далеко от центра города и вот оказывается что она находится здесь не народ что правильно я двигаюсь в нужном направлении я двигаюсь в нужном направлении и правильно мне надо ехать вот туда вот прямо налево отворачивать не надо очень жарко я постою тут в тенечке немножко на скорости обдувает ветерок но тем не менее все равно жарко потому что дует настоящим воздухом в такую погоду даже двигатель у моего скутера становится горячий вот я проехал 10 километров двигатель прямо горячий то есть внутри он прямо вообще раскаленный самое интересное я вам хочу показать другое смотрите вот суточный пробег трип так называемый суточный с момента включения зажигания я проехал уже 10 километров скутер считает что осталось 100 процентов это конечно косячок дальше он начнет плавно уменьшаться это число и когда даешь газом тоже уменьшается но это все-таки видимо как-то более оптимально можно было настроить эту панель потому что 10 километров это я уже из расходов процентов 20 энергии прям точно тем более что я не экономил а тут вот горит еще 100 процентов так что кто гоняет на таком скутере народ имейте ввиду что что тут не как у наинбота система которая считает именно расход энергии здесь происходит именно по уровню напряжения вот этот индикатор так народ продолжаем двигаться несмотря на то что рюкзак довольно большой он мне абсолютно не мешает управлять скутером прям вообще нормально едешь себе едешь то есть я думал что он будет мне мешать но на самом деле никаких проблем я не испытываю немножко неудобно держать камеру на палке но так как я уже давно снимаю видосики я уже в принципе привык главное чтобы не было никаких встречных автомобилей вот они есть да сейчас я вам покажу боковой вид по солнцу вот так вот все это выглядит вот такой вот саппорт самокат вот так вот я еду невероятно классная погода народ вообще я не представляю что бы я делал без этого скутера учитывая что колхозник продал в мае получается у меня купил его наш пермский виндизель по имени Миша он уже был моих роликов в роликах так что вот не знаю без колхозника я и луну продал и колхозник продал даже в такую горку народ смотрите если я притоплю ручку смотри оп скутер начинает разгоняться а тут подъем на самом деле вообще серьезный так что так что вообще так ну ладно сейчас будут сложные повороты поэтому внешнюю камеру я уберу и буду двигаться уже как обычно с камерой на шлеме вот этот микрорайон который мы с вами заехали он находится в самом-самом отдалении вы можете даже открыть карту города Перми и посмотреть где конечный 48 автобус вы офигеете ребята отсюда до центра ехать капец как далеко остановка вот здесь круг автобусный вот он находится здесь вот видите да он находит он называется Чусовской водозабор то есть здесь как бы да реально находится водозабор сюда отсюда качают воду точнее вот эта остановка отсюда качают воду длину что города Перми так скажем и это находится далеко от центра на маленьком переполненном автобусе пожаре тут ехать я не представляю как люди сюда ездят здесь стоят 5 многоэтажных домов вот видите вот они сцепление газ резко сцепление не бросай когда я ездил пробовал большие чепперы такая фигня что когда начинаешь поворачивать он еще сильнее заваливается то есть он постоянно хочет внутрь упасть а у тебя наоборот надо газу дать его будет выносить а он пытается встать обратно видимо за счет этих колес здесь совсем по другому масса распределена не как на обычном мотоцикле это же электричка в общем на его самокате уже едет другой водитель а я еду уже на автомобиле сейчас налево да я еду уже на автомобиле марки Toyota Yaris а самокат мы догнать не можем он уже ушел в точку в туман в общем народ мне сказали не показывать дорогу но это секретный пляж потому что потому что меньше народу больше кислорода и места на пляже больше так что я часть дороги вам показывать не буду то есть мы остановимся с вами на той точке где конечная 48 автобуса дальше вы уже хи-хи-хи кто найдет кто не найдет в общем дальше мы вам не показываем ничего хорошо так с кондиционером то да у меня на самокате нет кондиционера там природные конец там природные 30 градусов в Пермском крае блин народ раз за всю историю создания мира такое бывает так утопили термометр и смотрим пока 29,4 утки короче народ температура не падает реально реально 29 вот на берегу вот оно даже вот 29 все мир не будет прежним сейчас зайдем дальше там наверное будет 26 ну вот все правильно у меня таких термометров куплено больше 5 штук кипящей воде они все показывают ровно сотку поэтому есть все причины им доверять ну вот сейчас кипятом кипятом блин ну вот ребята я зашел по штаны по шорты не буду говорить ну что еще в воду еще пониже утопил термометр вот он видите он там пониже прямо в глубине все народ это это новая жизнь началась у нас в Пермском крае жаль что всего через сутки это все закончится на 27 градусов это такого даже я не ожидал ну думал что будет 25 сейчас народ мы заплывем за буйки и узнаем всю правду а в тот раз и был без градусов так народ заплыли мы подальше сейчас утапливаем температура на воздухе 32 утапливаем термометр в воду и ждем ждем какая температура у нас устаканится в общем это в общем народ температура нифига не меньше на середине реки я не на середине все таки но тем не менее температура сильно не падает смотрите какая температура это не в верхних слоях это я на полметра видите шнурок какой на полметра глубже погружаю 28 градусов давайте с того борта еще померяем здесь еще в этом месте здесь идут подводные течения где-то здесь есть ключик так вот этот ключик он прямо сильно холодный и когда слои воды попадаешь вот плывешь и попадаешь в эти слои воды прямо чувствуешь что на резко холоднее чем в среднем здесь вода по пляжу а вот там вот статьюшцевской мост новый который строят там ПЦБК компания или цель-дождь бумажный комбинат который делает гофротару его не было никогда не было с Ивы было 25 я купался уже как у ванни а тут сейчас 27 вон быстро-быстро вода прогревается то есть буквально неделька жары достанется я думаю что тут просто мало слабое очень течение и маленькая глубина ну да поэтому оно вот так вот все в принципе если неделя же растет допустим после весны то сюда уже можно ехать неделя после весны ну да ты погорячился в июне в июле я купался в мае впервые на этой доске и вода была такая что палец засунешь он сразу мерзнет не, ну это в мае я имею в виду то с июня июля когда он начинает так следующий вот как шварценеггер покажи ну почти получилось да почти получилось нормально Арнольд будет доволен подрастает поколение спортсменов все народ за этим считаю эксперимент законченный прощаюсь с вами до новых встреч подписывайтесь на канал обязательно пишите какая температура в воде в реках в вашем регионе очень интересно у нас 28 как мне уже выяснилось еще раз покажу 27 класс ребятки я чуть не забыл еще один важный момент те кто говорит что хотел такой скутер но передумал абсолютно с вами согласен не берите такой скутер такой крутой байк должен быть только у меня байк должен быть как у нас вот это все как у нас нет надо пахать как у нас вода в какой-то в в в Продолжение следует...